Новости на государственном телеканале Западная Армения. Главные темы дня. Основание Федерации Питанка и программы международных турниров. Чемпионат стрельбы из лука Западной Армении Арман Грикурян. Комфисковать доходы Паку и направить их в фонд восстановления доходов Арцаха Адам Шиф. Сентябрьская атака на Арцах. Жертвы мирные жители и солдаты. Сыны Западной Армении Андраник Озанян. Отчет фонда Татуян раскрул тактику вооруженных нападений азербайджана. Закрытые двери, ахалкалаки и миграция продолжается. 19 сентября в Ереванском представительстве Западной Армении состоялась важная встреча председателя Национального совета Западной Армении Арменака Абрамяна Джерара Давидяна и Патриса Мурадяна. Основная тема – основание Федерации Питанка Армении и цель Федерации на участие в международных турнирах. Федерация Питанка предпринимает новые шаги для обеспечения участия национальной команды в чемпионатах Армении и мира. Питанк широко известный как национальный вид спорта во Франции и сегодня пытается занять устойчивое место в спортивной сфере Армении. В этом контексте Федерация намерена создать первый официальный клуб Питанка в стране. Также открыть школу, которая поможет распространить и развить вид спорта в Армении. В центре стратегических проектов Федерации Мишель Хачатрян – известный и уважаемый игрок в мире Питанка. Его впечатляющие достижения подчеркивают большой потенциал армянской команды на международной арене. Достижения Хачатряна включают титул трехкратного чемпиона Франции в командном турнире в 2016 году, в одиночном турнире в 2019 году и в турнире 2 на 2 в 2022 году. Хачатрян – победитель Кубка Франции и Кубка Европы, также победитель турнира мастеров по Питанку. Одной из амбициозных целей Федерации также является организация Чемпионата мира в Ереване, что поможет продвигать развитие Питанка в Армении и укрепить позиции на армянской спортивной арене. 15 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Чемпионата Западной Армении по стрельбе из лука. Участники различных регионов и общин продемонстрировали свои навыки и готовность в традиционном виде спорта. Организатор мероприятия Арман Григориан в своей речи отметил «Я очень горжусь вами. Рад, что Чемпионат по стрельбе из лука во второй раз проходит в Армении. Чемпионат имеет будущее. Средьба из лука – спорт, созданный армянами, и мы должны бороться за его сохранение». Церемония свидетельствует о большом интересе к стрельбе из лука и важности сохранения ценной части армянской культуры. Чемпионат представителей Конгресса США Адам Шиф представил законодательный проект с целью конфискации финансовых активов в Баку и передачи их в фонд восстановления доходов Арцаха, который будет создан для выплаты компенсации армянам, насильственно перемещенным из Арцаха. Шиф отметил, действия Баку создали гуманитарную катастрофу для народа Арцаха и равны этническим чисткам. Законопроект предполагает предоставление компенсации армянам и конфискацию активов в Баку для осуществления этих выплат. 19-20 сентября 2023 года вооруженные силы Азербайджана начали атаку на Арцах, который находился в 9-месячной блокаде. С первых минут подверглись обстрелу боевые позиции и военные части, также гражданские населенные пункты. Согласно официальным данным, погибло более 200 человек, в том числе 21 мирный житель и шестеро детей. Родственники солдат, погибших в сентябрьских боях и захороненных в Арцахе, обращаются к правительству с просьбой перевести останки в Армению. Склоняем головы перед Арцахом и всеми погибшими, вспоминая их поименно. Сыны Западной Армении Андраник Озанян. «Я никогда не стремился к личному счастью и благополучию. Я постоянно стремился только к одному и боролся только за одно – за свободу и благосостояние своего народа». Андраник Озанян, армяне называют его Андраник, был образцовым полководцем, которого превозносили соотечественники и уважали чужаки. Подвиги в сражениях, проходивших на исходе дней Османской империи, стали поплощением тех немногих случаев, когда армяне оказывали вооруженное сопротивление турецкому и курдскому насилию, как до, так и после геноцида. Покинув Османскую империю, Андраник отправился воевать против турок Болгарии, но вскоре вернулся в Армению, где защищал армянское население Арцаха на востоке из Ангизура на юге Армении во времена Первой республики. Считается, что именно Андраник с генералом Гарьгином Нэждэ защитили армянское население этих земель от азербайджанской агрессии. В 1919 году Озанян отправился в США, чтобы провести сбор следствий для людей, переживших геноцид и армян, вынужденных стать беженцами. Ему удалось собрать 500 тысяч долларов, что сегодня с учетом инфляции эквивалентно почти 7 миллионам долларов. Вскоре после этого он навсегда переехал в Соединенные Штаты и поселился в городе Фресно, где существовала крупная армянская община. Андраник с генералом Гарьгином Нэждэ скончался в Калифорнии, панихиды по нему были организованы в армянских диаспорах по всему миру. Андраник с генералом Гарьгином Нэждэ был перезахоронен в 2000 году на военном пантеоне Ераблюд. Над могилой стоит монумент с надписью «Генерал Армян». Бывший омбудсмен Восточной Армении Арман Татуян представил на своей странице Facebook данные из нового отчета фонда Татуян касательно азербайджанских атак на Арцах 19-20 сентября 2023 года. Отметив, атаки имели тщательно разработанную тактику и начались 19 сентября 12.30. Целесношколы и гражданскую инфраструктуру. Основные направления были нацелены на блокировку четырех общин Арцаха – Степанакерт, Мартуни, Аскеран и Мартакерт. Также перерезали связь с позициями армии оборонной Арцаха. Все это было задумано так, чтобы жители не могли сопротивляться войны, не могли предупредить население. В результате азербайджанских атак десятки людей, включая детей, были убиты, похищены и насильно перемещены. В общей сложности более 120 тысяч армян. Основой атак стала политика ненависти и расизма, проводимая азербайджанским государством. Также безнаказанность после 44-дневной войны 2020 года. В муниципалитете Ахалкалаки продолжается эмиграция. Почти в каждой деревне, по крайней мере, одна семья в поисках благополучной жизни, собирается покинуть свои дома. Насчитывается 13 тысяч 100 хозяйств. По данным Джинерс, в 2090 из 64 деревень уже закрыты. За последний год муниципалитет покинуло около 180 семей. В основном это молодые люди, которые часто переезжают в Россию и другие страны. Причины эмиграции – экономические факторы, низкий уровень жизни и отсутствие работы. Возможность для получения образования. Молодые люди едут в крупные города или за границу. Политическая нестабильность напоминает начало 90-х. В сезонные работы мужчины ищут долгосрочную работу за границей. Основные направления миграции – Россия, страны Западной и Европы. Закрытые дома в деревнях указывают на переселение жителей, в том числе новых построек, которые уже заброшены. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok